В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня в Кандалакшу с рабочим визитом прибыл главный федеральный инспектор по Мурманской области Александр Бибенин. Он провел ряд закрытых заседаний с представителями правоохранительных, надзорных и следственных органов, посетил котельную ЦКТ, ознакомился с деятельностью ряда важных социально значимых объектов. После выступая перед прессой, Александр Бибенин подчеркнул, что его визит в Кандалакшу носит плановый характер. Александр Борисович занимает пост федерального инспектора по Мурманской области всего несколько месяцев. На эту должность он заступил в начале сентября. Сейчас, как говорится, знакомится с территорией, с обстановкой в муниципальных образованиях области, местным руководством. Сегодня я посетил школу. Это 10-я школа. И еще детский сад 63-й. Это как раз-таки я еще делаю в рамках контроля за исполнением майских указов президента Российской Федерации. Здесь меньше у меня всяких вопросов возникло, потому что здесь достаточно организована и сама работа, ну и в том числе исполнение указов президента. Конечно, не осталось в стороне и тема организации теплоснабжения в микрорайоне Нева-3. В рамках своего визита Александр Бибенин посетил котельную, которая отапливает микрорайон Металлургов. О коммунальных проблемах и способах решения говорили вновь сегодня на очередной комиссии по вопросам ЖКХ. Главной темой по-прежнему остается прохождение отопительного сезона в нашем муниципальном образовании, связанное в основном с непростой ситуацией в ООО ЦКТ. В настоящее время идет подписание договора о передаче котельной под руководством С. Как было замечено на заседании в ближайшее время, в ООО «Морман Энергосбыт» войдут еще две организации. Это котельная Беломорской нефтебазы и котельная ООО ЦКТ. В связи с этим расход топлива придется увеличить в разы, так в настоящее время запасы мазута Кандалакшского филиала составляют чуть более тысячи тонн. При условии, что теперь его придется распределять и по присоединяющимся котельным, топлива хватит лишь на четыре дня. Мы не рассчитывали при планировании заявок на топливо, проведение конкурса и так далее, вот этого увеличения расхода топлива. Поэтому сейчас приходится отдавать это топливо, понимая, что уже для отопления ранее существующего состава филиала недостаточно. Руководство меры, конечно, предпринимает, но пока догоним, как говорится, поставки. В настоящее время у нас мы идем, как говорится, с небольшим ограничением. Подчеркиваю, с небольшим. Но, как отметил Александр Шерпай, для паники оснований нет. Руководство МЭС предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить нормативный запас топлива в Кандалакшском филиале. Письмо отправлено и в правительство области, и во многие другие органы с просьбой оценить обстановку и помочь урегулировать топливообеспечение в кратчайшие сроки. Переживем? Нормально? Я думаю, переживем. Сейчас, помните правильно, сейчас проблема одна. Я вчера Илья Кузьмичу говорил. Больше всего мы беспокоимся только за наличие топлива. Если правительство поможет, если наше предприятие, Мурман-Газбыт, руководство сработает в этом плане, бояться нечего абсолютно. Я надеюсь, что сегодня правительство услышит Мурман-Газбыт. Поставки мазута будут налажены в полном объеме. И те два предприятия, которые влились в МЭС, это будет единое предприятие, позволяющее нам нормально прожить весь зимний период. На других котельных, судя по представленным отчетам, на сегодняшний день все в относительном порядке. Нормативные запасы топлива созданы. Идет работа по налаживанию дальнейших поставок. В середине ноября на дверях подъездов 25-го дома по улице Новая появились объявления. Жителей многоэтажки предупреждали о проведении капитальных работ на наружных сетях. Работы планировалось закончить до конца прошлого месяца. Однако процесс затянулся, а граждане столкнулись с целым рядом проблем. Двор перекопан, но самое главное, в доме периодически отключают тепло. Во дворе 25-го дома на Новой кипят ремонтные работы. Земля перекопана, тут и там лежат трубы. Однако причиной стихийного митинга, который устроили жильцы многоэтажки, стал не этот бардак, а его последствия. Замена наружных сетей привела к регулярным отключениям отопления. У меня температура в квартире 13 градусов. О том, что подачу ресурса будут приостанавливать, жильцам дома сообщили еще в середине ноября. В объявлениях, которые граждане увидели на своих подъездах, значился период с 9 до 17 часов. Однако интервалы оказались длиннее, да и сами работы по замене сетей затянулись. Работает трое человек. Ну, работает активно, ребята, но, сами понимаете, такой объем работы, и трое людей просто не справляются. Ну, по крайней мере, в те сроки, которые в объявлении указаны. «Отключают отопление все время во второй половине дня. Пока там все остывает, мы только узнаем, что у нас отключено отопление часов в 6. Включают, два раза включали отопление в 10 часов в 11, потом ночью в 3 часа ночи включали, а эту ночь мы вообще спали без отопления, вообще отопления не было». И это при том, что на улице уже стоит минусовая температура. В минувшие выходные, как мы помним, ударил хоть и не сильный, но вполне ощутимый мороз. Жители 25-го дома недоумевают, кто вообще придумал проводить капитальные ремонты зимой. «Ну, капитальный ремонт никак на зимнее время никто не запланирует. Если он запланировал, то вот, отключили отопление в июне месяце, в сентябре включили, можно понять октябрь месяц, тем более в этом году. Октябрь месяц был значительно теплый. Копайте, проводите, отключайте. Мы всё понимаем. Но извините меня, не в декабре месяце». В администрации, куда мы обратились за разъяснениями по поводу ситуации на новой 25, с претензиями граждан согласились, но сослались на обстоятельства. Работы по замене сетей проводятся в рамках целевой программы. И сначала финансирование не поступило вовремя. Потом подрядчик проявил нерасторопность. Произошла задержка с поставками материалов. Вот и дотянули до морозов. Работы выполнять надо. К слову сказать, они уже завершены. Подача тепла в многоэтажный дом восстановлена. В ближайшее время, как нас заверили в администрации, специалисты фирмы-подрядчика приведут в порядок придомовую территорию. Каждый родитель должен не только любить своего ребенка и дарить ему игрушки, но и заботиться о его безопасности. Инспекторы ГИБДД в очередной раз провели специальный рейд, направленный на выявление нарушений со стороны автовладельцев, машины которых не оборудованы детскими креслами или специальными удерживающими устройствами. Машина за машиной родители подъезжают к детскому садику, чтобы забрать малышей. Некоторые из них попадают под внимание инспекторов ГИБДД, которые проверяют наличие в салонах автомобилей, детских кресел и удерживающих устройств. Подобные акции проводятся регулярно и направлены на выявление нарушителей, пренебрегающих безопасностью детей. «Направлены на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения среди водителей, осуществляющих перевозку детей до 12-летнего возраста. Данное мероприятие планируется проводить еженедельно, и штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей». Как отмечают автоинспекторы, в ходе подобных рейдов выявляется большое количество нарушителей. Далеко не все родители, отвозящие или привозящие ребенка в то или иное учреждение, имеют в салонах транспортных средств необходимые приспособления. Хотя именно они в случае ДТП могут спасти жизнь несовершеннолетнему и уберечь от травм. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. В ночь на 6 декабря в городе и по району будет преобладать облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха – минус 7, минус 9 градусов. Днем в Кандалакше и по району синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег. Ветер северный – 2-3 метра в секунду. Температура воздуха – минус 6, минус 8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 742 миллиметра ртутного столба. 6 декабря солнечная активность низкая, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин